Соблезубые тигры В этот вечер шли долго и остановились ночевать под развесистым деревом. Железный дровосек нарубил дров и развел большой костер, около которого Элли почувствовала себя очень уютно. Она и друзей пригласила разделить это удовольствие, но Страшила решительно отказался, ушел от костра подальше и внимательно следил, чтобы ни одна искорка не попала на его костюм. — Моя солома и огонь — такие вещи, которые не могут быть соседями, — объяснил он. Трусливый лев тоже не пожелал приблизиться к костру. — Мы, дикие звери, не очень-то любим огонь, — сказал лев. — Теперь, когда я в твоей компании, Элли, я, может быть, и привыкну, но сейчас он меня еще слишком пугает. Только Татошка, не боявшийся огня, лежал на коленях у Элли, щурил на костер свои маленькие блестящие глаза и наслаждался его теплом. Элли по-братски разделила с Татошкой последний кусок хлеба. — Что я буду теперь есть? — спросила она, бережно собирая крошки. — Хочешь, я поймаю в лесу лань? — спросил лев. — Правда, у вас в людей плохой вкус, и вы предпочитаете жареное мясо сырому, но ты можешь поджарить его на углях. — О, только никого не убивать! — взмолился железный дровосек. — Я буду так плакать о бедной лане, что никакого масла не хватит смазывать мое лицо. — Как угодно, — пробурчал лев и отправился в лес. Он вернулся оттуда нескоро, улегся сытым мурлыканьем подаль от костра и уставил на пламя свои желтые глаза с узкими щелками зрачков. Зачем лев входил в лесную чащу, никому не было известно. Сам он молчал, а остальные не спрашивали. Страшила тоже пошел в лес, и ему посчастливилось найти дерево, на котором росли орехи. Он рвал их своими мягкими непослушными пальцами. Орехи выскальзывали у него из рук, и ему приходилось собирать их в траве. В лесу было темно, как в погребе. И только Страшиле, видевшему ночью, как днем, это не причиняло никаких неудобств. Но когда он набирал полную горсть орехов, они вдруг вываливались у него из рук, и все приходилось начинать снова. Все же Страшила с удовольствием собирал орехи, боясь подходить к костру. Только увидев, что костер начинает угасать, он приблизился к Элли с полной корзиной орехов, и девочка поблагодарила его за труды. Утром Элли позавтракала орехами. Она и татошке предложила орехов, но песик с презрением отвернул от них нос. Встав с позаранку, он поймал в лесу жирную мышь. К счастью, дровосек этого не видел. Путники снова двинулись к изумрудному городу. Этот день принес им много приключений. Пройдя около часа, они остановились перед оврагом, который тянулся по лесу вправо и влево, насколько хватало глаз. Овраг был широк и глубок. Когда Элли подползла к его краю и заглянула вниз, у нее закружилась голова, и она невольно отпрянула назад. На дне пропасти лежали острые камни, и между ними журчал невидимый ручей. Стены оврага были отвесны. Путники стояли печальные. Им казалось, что путешествие к Гудвину закончилось, и придется идти назад. Страшила в недоумении тряс головой. Железный дровосек схватился за грудь, а лев огорченно опустил морду. — Что же делать? — спросила Элли в отчаянии. — Не имею понятия, — огорченно ответил железный дровосек. А лев в недоумении почесал лапой нос. Страшила сказал. — Ух, какая большая яма! Через нее мы не перепрыгнем. Тут нам и сидеть. — Я бы, пожалуй, и перепрыгнул, — сказал лев, измерив взглядом расстояние. — Значит, ты перенесешь нас? — догадался Страшила. — Попробую, — сказал лев. — Кто осмелится первый? — Придется мне, — сказал Страшила. — Если ты упадешь, Элли разобьется насмерть, да и железному дровосеку плохо будет. А уж я не расшибусь, будьте спокойны. — Да я-то сам боюсь свалиться или нет, — сердито перебил лев разболтавшегося Страшилу. — Ну, раз больше ничего не остается, прыгаю. Садись. Страшила влез ему на спину, и лев съежился на краю, расселенный, готовясь к прыжку. — Почему ты не разбегаешься? — спросила Элли. — Это не в наших львиных привычках. Мы прыгаем с места. Он сделал огромный прыжок и благополучно перескочил на другую сторону. Все обрадовались, и лев, всадив Страшилу, тотчас прыгнул обратно. Следующий села Элли. Держа Татошку в одной руке, другой она вцепилась в жесткую гриву льва. Элли взлетела в воздух, и ей показалось, что она снова поднимается на убивающем домике. Но не успела она испугаться, как была уже на твердой земле. Последним переправился железный дровосек, чуть не потеряв во время прыжка свою шапку-воронку. Когда лев отдохнул, путешественники двинулись дальше по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Элли догадалась, что овраг появился, вероятно, от землетрясения, уже после того, как провели дорогу к изумрудному городу. Элли слыхала, что от землетрясений в земле могут образовываться трещины. Правда, отец не рассказывал ей о таких громадных трещинах, но ведь страна Гудвина была совсем особенная, и в ней многое было не так, как на всем прочем свете. За оврагом по обеим сторонам дороги потянулся еще более угрюмый лес, и стало темно. Из зарослей послышалось глухое сопение и протяжный рев. Путникам стало жутко, а татошка совсем запутался в ногах у льва, считая теперь, что лев сильнее железного дровосека. Трусливый лев сообщил спутникам, что в этом лесу живут саблезубые тигры. — Что это за звери? — осведомился железный дровосек. — Это страшное чудовище! — боязливо прошептал лев. — Они куда больше обыкновенных тигров, живущих в других частях страны. У них из верхней челюсти торчат клыки, как сабли. Такими клыками эти тигры могут проколоть меня, как котенка! — Я ужасно боюсь саблезубых тигров! Все сразу притихли и стали осторожнее ступать по желтым кирпичам. Элли сказала шепотом. — Я читала в книжке, что у нас в Канзасе саблезубые тигры водились в древние времена, но потом все вымерли, а здесь, видно, живут до сих пор. — Да вот, живут к несчастью! — отозвался трусливый лев. — Я увидел одного издали, так три дня болел от страха! За этими разговорами путники неожиданно подошли к новому оврагу, который оказался шире и глубже первого. Взглянув на него, лев отказался прыгать. Эта задача была ему не под силу. Все стояли в молчании, не зная, что делать. Вдруг страшило сказал. — Вот на краю большое дерево. Пусть дровосек подрубит его так, чтобы оно упало через пропасть, и у нас будет мост. — Ловко! — восхитился лев. — Можно подумать, что все-таки у тебя в голове есть мозги. — Нет! — скромно отозвался страшило, на всякий случай пощупав голову. Я просто вспомнил, что так сделал железный дровосек, когда мы с ним спасали Элли от людоеда. Несколькими мощными ударами топора И к оврагу подбежали два свирепых зверя с колыками, торчавшими из пасти, как сверкающие белые сабли. — Саблезубые тигры! — прошептал лев, дрожа как лист. — Спокойствие! — закричал страшило. — Переходите! Лев, замыкавший шествие, обернулся к тиграм и испустил такое великолепное рычание, что Элли с перепугу чуть не свалилась в пропасть. Даже чудовища остановились и глядели на льва, не понимая, как такой небольшой зверь может так громко реветь. Эта задержка дала возможность путникам перейти овраг, и лев в три прыжка нагнал их. Саблезубые тигры, видя, что добыча ускользает, вступили на мост. Они шли по дереву то и дело, останавливаясь, негромко, но грозно рыча и блестя белыми клыками. Вид их был так страшен, что лев сказал Элли. — Мы погибли. Бегите, а я постараюсь задержать этих бестий. Жаль, что я не успел получить от Гудвина хоть немного смелости. Однако я буду драться, пока не умру. В соломиную голову страшило в этот день приходили блестящие мысли. Толкнув дровосека, он закричал. — Руби дерево! Железный дровосек не заставил себя долго просить. Он наносил своим огромным топором такие отчаянные удары, что в два-три взмаха перерубил верхушку дерева, и ствол с грохотом повалился в пропасть. Громадные звери полетели вместе с ним и разбились об острые камни на дне оврага. — Фу! — сказал лев с глубоким вздохом облегчение и торжественно подал страшилю лапу. — Спасибо. Поживем еще. А то я совсем был опростился с жизнью. Не очень-то приятная штука попасть на зубы к таким чудовищам. Слышите, как у меня бьется сердце? — Ах! — печально вздохнул железный дровосек. — Хотел бы я, чтобы у меня так билось сердце! Друзья торопились покинуть мрачный лес, из которого могли выскочить другие саблезубые тигры. Но Элли так устала и напугалась, что не могла идти. Лев посадил ее и Татошку к себе на спину, и путники быстро пошли вперед. Как они обрадовались, увидев вскоре, что деревья становятся все реже и тоньше. Солнышко веселыми лучами освещало дорогу, и скоро путники вышли на берег широкой и быстрой реки. — Теперь уж можно не беспокоиться, — радостно сказал лев. — Тигры никогда не выходят из своего леса. Эти зверюги почему-то боятся открытого пространства. Все вздохнули свободно, но сейчас же у них появилась новая забота. — Как же мы переправимся! — сказали Элли железный дровосектор, усливый лев и Татошка, и все разом посмотрели на Страшиллу. Все уже убедились, что его ум и способности развиваются не по дням, а по часам. Польщенный общим вниманием, Страшилла принял важный вид и приложил палец к колбу. Думал он не очень долго. — Ведь река — это не суша. — А суша — не река! — Важно изрек он. — По реке не пойдешь пешком. Значит... — Значит, — переспросила Элли. — Значит, железный дровосек должен сделать плод, и мы переплывем реку. — Какой ты умный! — восхищенно воскликнули все. — Нет, я еще не умный, а только самоотверженный, — возразил Страшилла. — Вот когда я получу от Гудвина мозги, тогда перестану быть самоотверженным и сделаюсь умным. Дровосек принялся рубить деревья, а сильный лев стаскивал их к реке. Элли прилегла на траве отдохнуть. Страшилла по обыкновению не сиделась на месте. Он разгуливал по берегу реки и нашел деревья со спелыми плодами. Путники решили устроить здесь ночлег. Элли, поужинав вкусными плодами, заснула под охраной своих верных друзей и во сне видела удивительный изумрудный город и великого волшебника Гудвина. Субтитры создавал DimaTorzok